Если уже переболел ковидом, то можно не вакцинироваться? Вообще, я вам должен сказать, что это один из самых болезненных, самых актуальных вопросов, по которому нет единства у огромного количества медработников, даже очень крутых медработников, даже в нашей стране. То есть многие считают, если человек переболел, вакцинироваться ему не надо. Давайте попытаемся забыть про индивидуальные мнения конкретных докторов, конкретных экспертов. И все-таки согласимся с тем фактом, что есть на Земле самая уважаемая на сегодня организация, которая публикует директивные указания по поводу коронавирусной инфекции. Такой организацией является, как это ни удивительно, Всемирная организация здравоохранения. И опять-таки, как это ни удивительно, но наша страна является членом Всемирной организации здравоохранения, которая говорит о том, что перенесенная коронавирусная инфекция не является поводом не делать прививок от коронавирусной инфекции. Более того, считается, что не имеет значения, это позиция Всемирной организации здравоохранения, не имеет значения, сколько времени прошло после перенесенной болезни. То есть острый период болезни закончился, вы чувствуете себя нормально, значит, вы можете вакцинироваться любой из вакцин, которые сертифицированы и одобрены к применению, опять-таки, Всемирной организации здравоохранения. Почему так? Первое. Есть одна из очень распространенных страшилок, что якобы, если у человека есть антитела, а ему еще и сделают прививку, то у него возникнет какая-то страшная реакция. Это не подтверждается никакими научными данными на сегодня. То есть это бывает при некоторых болезнях. Но к коронавирусу это не имеет никакого отношения. Далее. Существует значительное количество исследований, указывающих на то, что у огромного количества людей, которые перенесли болезнь в стертой или бессимптомной форме, или легкой форме, количество антител недостаточно. Поэтому отдается предпочтение именно вакцинации, которая приводит к тому, что антител образуется больше. Главный наш вывод. Пожалуйста, не задавайте себе этот вопрос. Болел я? Не болел? Сколько у меня антител? Если у вас есть доступ к качественной современной вакцине, и вы можете дойти до того места, где эту вакцину можно получить, то не надо думать над тем, болели вы или не болели. Сделайте, пожалуйста, прививку. Еще раз говорю, это не мнение доктора Комаровского. Это позиция Всемирной организации здравоохранения. Делайте правильный вывод.